ага ну вот отлично так хорошо вовка привет 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 ну давай тогда начинаем значит первая штука это было volvo 245 на нее никто латеринг не сделал кроме владимир коломейцев который сделал хороший латеринг для которого вот был собственно донор снятый в жироне в еврейском квартале жироны это магазин по продаже экологически чистых кремов для пяток поп спин шеи и лиц и так далее вот то что получилось абсолютно релевантно образу автомобиля и хорошо 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 это древен правильно точно это древен именно дальше был land rover discovery 3 значит вот а его был такой прекрасный баян виде референса и вот ребячей работы что ты про это думаешь ну первый хороший первый прекрасный да тут это уже избыток тоже избыток по первому можно можно на самом деле эти комментарии скажи ну си оу диск о вот это к чернота она что-то вот на самом деле она единственных которые как бы чуть-чуть это мало очка внутри о просто я думаю да вот возможно мало очка внутри о ну чтобы было чуть-чуть это рифмос о о сссоре в мисковый и вот по-моему единственное что можно обратить внимание вот но в основном это хорошо 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 окей погнали дальше то есть берем да там ножом вырезал ножом вырезал точно так дизайнер джерри макговерн также как и дизайнер discovery гениальный ирландский художник арт-директор собственно ландровер но эту машину еще как бы проектировал бэйвэй при живейшем участие забыл фамилию ладно но не важно это это был донор что мы видим что ты думаешь так ну вроде вот наверху довольно нормально но с буквой в этот прямо проблемы и стимичную нижнюю да да снежный букву вот но тут видишь эти вот понимаешь тут прописаны такие да 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 за главный прекрасный старт такой них тут да нет у нас нет нет а их бы хотелось конечно но вот они как бы уточнили бы все остальную графику и пластику потому что тут есть залипы какие-то такие осторожные какие-то движения в е джи такие пока не не состоявшиеся состоявшие сюда и вот может быть как раз это пластика букв прописных и ну например rv да она могла как-то уточнить вот эти все и робкие ходы ну что он не робкий вообще он не робкий вообще ни разу он же роскошный буржуазный убедительный и не робкий но слушай вот скажи может быть вот эти вот нюансы либо острее сделать либо их убрать как внизу вот здесь вот тогда уже получается грубко совсем ну вот смотри просто он все время держит талию внизу ну как бы это хорошо я имею ввиду консистентной системной и так далее но не обязательно везде и держать так же как наборе шрифтах пр ф е ну как их средние штрихи они могут ходить отличаться от этой от основной талии поэтому мне кажется что ее можно поднимать наверх чуть выше и так далее не может можно к ней не привязываться особенно вот верхнем варианте и например g залип в клыке он может быть выше но тут нормально ничего страшного но это тоже подскажет может быть другим бокам чё-то слушай еще такая как будто так ну закомплексованность какая-то в этом чуть-чуть есть на расслабиться немножко славится да слушай а что ты думаешь по поводу того что заглавные буквы р р и в будут из совершенно другой кассы мне как раз вот здесь понравилась эта странность того что но это из одной истории это категорически из другой истории но при этом при этом у них есть какие-то какие-то родственные ну классические родственные штуки что ты думаешь а если здесь не будет такая история как бы ну чистоганная и появится какая-то такая сложная пластика я думаю его попробовал точно точно попробовал и бы и обратить внимание на букву а внизу на ее наклонами то что это но смысле град тут такой градус который он очень хорош классно именно на референсе вот этого градуса нету до во всех штуках и и вот они узковаты еще ко всем прочим они узковаты да он пошире более наклонный вот и там тоже есть такие детальки как букве а например этот уголок левый нижний классно и в е тоже ну ну короче и там скругление еще есть на букве n ну вот да почему я к тому что прописные они бы подсказали бы немножко до раскрепостели как раз подсказали чуть-чуть куда в какой да и вот эти микрорадиусы да они очень хорошие и они важны потому что это же не не defender тут есть радиусы то есть тут тут как бы в кучу 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 разных и сложно сопряженных радиусов и и их надо просто увидеть и тут как бы реализовать погнали дальше да volvo volvo референс референс офигенный но никто не сделал ничего погнали дальше да рев просто как бы рев космизм и ты посмотри честно говоря я ему очень рад потому что при том что тут есть скругление то есть ну как бы острые какие-то элементы и здесь буквально стоит какое фантастическое торпеда ночью вольф как это круто сделано это буквально вот об этом но вот буквально об этом не сподобился да вообще я выборная штука когда-то кроссовок тут надо было ставить тоже чтобы ребята виделись с кем это сочетается за пули сюда уже я тебе могу скинуть какие-то вещи которые я собирал под нее и эти кино сейчас в эту или но они просто и это просто я как бы не скажу не нашел но это просто ну то тот тот же год пони последний до пони последний вот ребята посмотрите каким образом происходит стыковка пластическая и конструктивная вот вот мы видим буквально те же самые мотивы стенсильности вот этой от строчки вот этой вот этих вот элементов вот вот этой штуки вот этой феерической вещи которая вот у нас тут тут полно этих вещей буквально о пожалуйста на пластический это ну во первых это но тот же но не тот же год там вилка там типа три-четыре года примерно вот но декада то абсолютно смотри как 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 вот эти вот штуки на руле каким образом они стыкуются здесь но это стать это короче пилотаж конечно блин руль вот эти рули вот тех вот лет они прям так знаешь было кажется что они разбираются можно их так конечно так смотри эта штука вообще может быть деревянный точно 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 но я видел на некоторых во львушах лишь рукоятка деревянная да вот и и вот эта штука тоже может быть деревянный но это конечно шик блеск модняк абсолютнейший так погнали дальше короче тут никто ничего не сделал дальше додж рэм додж рэм вен вот такая штука снял их антоха антоха царулев молодец тонкач конечно это все питерские и московские фанаты венов я тоже в их числе моего брата вот следующая модель за этим хорошая офигенное состояние спит видишь что тут спит я на состоянии едет это какой-нибудь комаровой или или какой-нибудь сестрорец космос конечно да 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 такая как бы козырная для новости финская вот окей ну тут еще немного разных доджей и значит что у нас здесь видите да вот у нас референс и и вот ребячий ребяче решение что скажешь наш кажется что такое ощущение первое что как будто это шрифт но ты мечтаешь что он как бы целостный выглядит целостно да выглядит целостно так но вот почему шрифт потому что буквы как бы друг с другом так не так хорошо сочетается как например ах но хочется этого поэтому шрифта да они эти буквы не сконструированы того чтобы быть вместе максимально слитыми да или максимально так консистентно и гармонично выглядеть что они 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 просто были спроектированы друг за другом и поэтому такое ощущение что это шрифт ну как бы в общем он окей но есть но белое оно такое довольно но ну никак сказать не не то чтобы не сформулированное но она не не готова еще как-то в принципе окей а белое как-то ну ну прыгать что ли что поправить что поправить но я думаю во-первых надо поправить как-то поближе друг другу однозначно да вот о конструкции да и тонко и тонко и тонко свистит вот я бы вот внутри буквы на очков у по на сделал бы ну не знаю ну ну типа под под 40 градусов тут слишком она слишком завалена слишком слишком завалено да кстати в нижней в о в принципе окей да вот верхняя на завалено согласен в ножку буква r внизу слишком тонкая наверху штрих верхний полуовал выход из стойки тонкий тонкий блин ты знаешь мы это как бы ты как сам думаешь мы просто комментируем детали в принципе их можно доделать вот в общем по духу как тебе смотри мне мне нравится референс скажу тебе честно я помню где он снят значит и мне кажется что он годится для доджа вот конкретно для этих моделей особенно для ну возможно для вот этого пузатого и не клыкастого а который чуточку покороче пузатый это наверное он вот но у меня есть как бы вопросы к характеру е например у меня есть как бы вопрос характеру девятки и четверки то есть мне нравится а она она как бы отсюда r то есть короче мне нравятся те буквы которые ну которые прямо цитируют референс вот да да но кстати говоря буква r вот она не прямо цитирует все-таки смотри на оригинале там вот как раз о чем я говорю на оригинале это решено лучше лучше как раз там не залипает вверху не залипает выход вверху потому что у нее просто пропорции другие видишь она же не квадратная она прямоугольная она более более статичная и здесь вот этой вот прямоугольности то есть этой этого веса ну как машина весит три с половиной тонны вот здесь этого веса недостаточно не заставить но есть местами да да и есть местами такие вещи которые просто надо делать более веренными я имею ввиду тут тут везде есть у штриха есть определенный градус он у него нету как бы нулевого положения я смотрю везде он штрих такой вот как бы ходит время там 10-5 градусов и так далее и и это как бы классно вот например носик у единички или джей штрих балка верхняя но мне кажется что здесь уместно например то что ну в смысле уместно просто ноль я имею ввиду что это просто прямой должен быть штрих как срез у верхней верхней верху у а он абсолютно горизонтальный да согласен абсолютно точно так же в джей я бы попробовал сделать и у единички например вверх тоже должен быть какой-то ну горизонталь у единицы тоже должна быть ровная потому что немножко вот это вот все время такое согласен софка такая и танцовка точно точно разваливает как бы я согласен но согласен абсолютно так 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 знаешь мне еще что кажется что что как бы эта история становится немножко более такой как бы местечково картофельно пивно-цыганская таборно лошадина фермерска бочковая капуста и так далее то есть кажется что это все таки не резиновые сапоги облепленные глиной а тут они как бы вот немножко такие и ты в них пошел в клуб танцевать бум 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 и оставляешь следы вот кажется что эта история она она ведь она на грани даже то есть то есть вот это вот такая удаль здесь она при этом очень четко регламентирована и она не такая типа то есть она не то чтобы снял шапку и растоптал ее картуз эх сейчас шапку растопчу нифига такого нету нифига шапку снял пиво хорошее выпил шапку одел сел за за руль трактор и поехал ну вот то есть короче тут вот этой удали больше чем в машине хочется это чуть-чуть сделать более как бы да вот именно доджем когда он такой ты смотришь на него и он он такая бочка ну бочечка бочка причем суровая бочка да все там такое даже не надо ничего добавлять убавлять и так далее вот он есть такой очень да да плотный отчетливый и так далее а там много удали много да вот видишь танец танец у них тут тоже есть когда они одевают такие вот диски бэф гудрич у них тут как бы стоит шрифты крутятся по кругу но при этом все равно это как бы не дискотека в деревенском клубе это все-таки чуть-чуть иная какая-то история ну короче берем вариант 1 но его надо конкретно доделывать дальше идет смотри там вот там можно немножко скомпилировать некоторые буквы например ну букву о в нижнем на верхнем может попробовать поставить еще мне понравилось суши не не да в принципе нормальная да ты прав да 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 ты прав я думаю дверь не точно и все а и не надо больше да давай окей погнали дальше 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 ну мы так очень же по верхам значит дальше редкая уже их не осталось как вообще в стране но у нас офигенская volvo f89 и у нее прекрасное очень-очень скромное вот это вот это состояние кайфовое с такими вот вещами суперскими вот значит что мы тут скажем референс был вот такой вот не сказать что он прям был очень точный и его не хотелось вывести совсем в какую ну какой-то расколбасу все равно это ну вещь железная она утратила железность она как бы устала кишечная и какая-то это краска выдавленная из тюбика но машина железная тяжелая очень сильная пятьсот почти сил она то есть вот это вот ее пластичность это скорее история про романтику дороги про про прери пыль она очень хорошо продавалась в америке и там как бы работала составляла конкуренцию на сатам мак и как бы интернешнл то есть вообще была такая пионерская конструкция именно без носа ну короче кажется что это все мимо да мимо потому что там какой-то один только мотив присутствует что-то типа липнет перетекает да и растягивается так как этот как жвачка но они все так просто согласен такие подрезы тут металл есть просто как по материальности то есть кажется самое важное задание всегда у типографов умение передать качество материала дерево металл какой-то мягкий из мягкого поролона да 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 это супер важная штука ну да тут этого просто нету согласен абсолютно окей погнали дальше можно подрезать если вот этот красный вариант подрезать какие-то вещи не знаю можно попробовать но я не понимаю пока я тоже тут видишь еще есть этот то есть ну помимо как бы самой интонации которые не очень поймана тут еще есть куча же нюансов касающихся контраста которые которые тут свелись просто к дыркам и к монолинейности но это же не монолинейная история зачем ее приводить вот такой как бы утрированной простоте машины совсем не простая по пластике логотип по темпоритму по темпоритму я не знаю почему он так как-то оказался вообще вот именно тем что нужно было передать в принципе но я потому что о том что это вначале понятно был рисунок но металл придал ему какую-то да 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 согласен абсолютно короче увы дальше сап сап прекрасная тачка вот я бы на такой тачке я бы ездил тоже слушай я чуть не купил в питере 300 тысяч вот он был копьё за такую вещь но разум взял верх и я не купил хотя это конечно ты всякий как это как это нарисовано это же космос ну это космос короче значит что у нас тут что у нас тут есть но это конечно вероятно значит референс наш вот ну речь идет ясное дело только вот а вот этой вот конструкции которая у нас наверху конечно из нее фиг что сделаешь но но сделаешь вот посмотри мне кажется что это Маша делала вот эти вот штуки Маша забыл ее фамилию Касаткина нет другая Маша из Питера только что закончила Мухинскую Мухинскую академию вот и да и сделала в принципе это хорошо то есть я бы это взял я бы это взял вот ты что скажешь какой здесь какой здесь хорош мне третий нравится отлично а 900 900 900 мне как бы 900 очень нравится это прям все отлично отлично но нет тут есть вещи которые надо поправить минус просто в одном да состоянии но нет тут надо поправлять точно плотность 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 да потому что например есть мне интересно вот есть в референсе есть плотная z и да все остальное и вот этот контраст он класс он хороший он хороший контраст да 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 согласен абсолютно но штуки хорошие штуки хорошие Маша умница так все погнали дальше так окей это Mercedes 230 пагода значит дело в том что тут я ну немножко напутал и дал референс на другой Mercedes но имел в виду именно его глянь как он на самом деле неплохо ну похож в принципе чем не ну в принципе похож да значит вот такое вот решение для Mercedes ну вот тут нету слова пагода и 230 но это можно все доделать как бы автору что ты скажешь просто по характеру или это палки-палки и вот этот вот вот это вот как бы спокойствие тут чуть-чуть стало может просто из-за межбуквенных оно ушло а может быть из-за конструкции которая которая портит ситуацию что думаешь и отсутствие вот этих вот странно что автор как бы убрал это все острие вот у него есть буква вот у него есть отличная r да вот у него есть понимание как устроена b по конструкции ну странно что r вдруг получила такую вот вещь фига ну в референсе вообще все на самом деле рассказали уже вертикали тошина горизонтали нету такой плотности горизонтали вертикали у ребят даже не вертикали а именно горизонтали например м ножка е ц е д но они не такой плотности как например уэлла если посмотрите она плотнее тут видно оптический компенсация не оптическая компенсация а компенсация есть все равно конечно ну я имею в виду такая между вертикальным и горизонтальным штрихом да 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 и в букве а например и вот эти вот внутренние радиусы отличаются от внешних но а тут не отличаются например м сильная а внутри там что-то как-то это да вот здесь или ум ну да и вот эти вот штуки ты видишь да то есть то есть левая стойка уходит сразу то есть радиус начинается сразу от места пресечения средника и вот это вот дырка она ситуацию эту порцию ну короче внимательно изучайте референс ребята референс не просто как бы для какого-то изложения он конкретно подбирался из десятков референсов специально такой чтобы он был максимально релевантен образ автомобиля поэтому следуйте ему и не придумывайте каких-то решений которые не точные да все то есть мимо да не берем ну смотри вот да потому что еще вот если надо обратить внимание на подрез у в углу уголка уэр когда ножка правая опускается вниз подрез есть буквы а вверху там где должна быть инктреп это ловушка он ее нет ну именно на оригинале ее как бы нету и вот это вот вот это вот чуть-чуть вот эта горизонталь маленькая наверху да да абсолютно ну вот этот вот ну там минимальный вот этот вот воздух там это круто и во вторых еще диагональные срезы например у b есть диагональный срез но например внизу вообще диагональных диагональных нигде нету хотя он мог бы быть у m у s у r у цифрах может быть до единички у носик может быть диагональный срез потому что тут ну короче да тут надо просто внимательно проанализировать это все прям вот выписать себе а вот этот срез это здесь это это там и там и там ну и соответственно там как-то это впускать это уже в эту личность много которую ну который тут как бы дизайнер создает пишет да да абсолютно точно да 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 согласен согласен хотя наверху классная r вообще очень приятная да 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 я согласен это хорошо очень ну кстати говоря верхней можно доработать верхней можно доработать мне здесь нравится d подпады выше воздуха да да вообще правильно как раз как раз правильно хотя внутренний радиус на скруглении нет радиус нужен там и должен быть да 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 но короче автор отзовись и надо это все доделать тогда это пойдет в работу нам окей беларусь беларусь это выглядел буквально таким вот образом бодрая штука чуть менее бодрые соотечественники вот референс тоже тракторные насколько я помню и в общем что ты об этом думаешь что-то я не понял я чуть не понял не я тоже чуть не понял получилось не получилось да ну как как бы кажется что тут нам важно все-таки сохранить микс кейс а не делать все апперкейс да кажется что вот это вот даже то что такая как бы конструкция у него такая вот из двух объемов есть так у него да как раз основное колесо да 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 ходовое оно как раз прописная конечно и там вот абсолютно видно даже это буквально буква б и вот 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 собственно собственно мерседес для которого был тот референс и гениальный автомобиль я объездил вообще мечта Бруно Эколи по-моему его рисовал немецкий чувак а фу итальянский чувак который мы заказали ну заказали немцы соответственно вот по-моему ребята что-то делали с ним я видел или это на они ворканте точно было задание это я помню но но по-моему что-то было слушай были какие-то совершенно неубедительные вещи если честно да я я их даже решил и не выставлять тут то есть вот я даже не помню в принципе помню что что-то было но не помню что ага ну вот референс кажется что может быть он слишком рациональный для для этой истории но как бы все таки это мерседес поэтому рациональность какая-то там точно есть но это штука туда туда ну вот но тут у нас вариантов нету никаких дальше хонда элемент хонда элемент у у нее было два референса вот этот вот референс который в принципе смешной 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 да и жаль что никто не откликнулся и выбрал референс второй были видишь на выбор то есть вот эта вот история она как бы про швы и про эти все стыки которые там имеются про то что он как бы комбинаторный автомобиль что там около 50 вариантов пересборки салона то есть там салон трансформер трансформер у него как бы приятель такой был мы туда набивались 13 человек это конечно фантастика вот я такой хотел но но не купил но ездил и за рулем довольно много мы туда набивали пять или шесть великов и ездили в четвером еще то есть феерическая вещь конечно абсолютно вот первый референс мне кажется что ну абсолютно об этом то есть это калифорния где он был корректирован это офис хонда в сан-франциско ну или по моему просто в калифорнии не буду врать короче это для ребят которые ходят ну на доске то есть пупыркаются надолго да приехали пооткрывали вытащили вытащили и пошли вот жаль что тут нет у нас ни одного варианта есть вариант на второй референс какой-то понятый каким-то одним образом и понятый в принципе ну близким наверное но вся эта рационализация убила просто характер самого референса ну да ну тут просто сыграли в модуле написали слово ну он довольно это такой простой да простой ну да то есть то есть вот это вот вся прекрасная кривулина вот невероятно да это же ты где-то его раздобыл он же феерическая вещь да это для детей это для детей коробочка там в которой вот этот вот мануал находится руководство использование этих модулей модулей там не только там не только эти цифры там и буквы что-то еще было и они деревянные потом ты их вытаскиваешь и из дерева собираешься блин это шлифт или каких-то животных и так далее и я бы конечно посоветовал распечатать бы его чб точнее рисовать распечатать вырезать и собрать просто все и забрать и все молодец сейчас максимум вариантов пять шесть десять у тебя получится сто процентов и все и показываешь и мы окаем и ты отрисовываешь да согласен согласен абсолютно да ребята кто как бы автор и кто хочет доделать пожалуйста этот вот референс конечно у нас запросите мы отправим отрисуйте его вектором распечатайте сделайте как он говорит вовка дальше бмв пятьсот сорок такая у меня была пятьсот тридцать такой ракурс ракурс феерический просто феерический то есть это реально все как ну да то есть то есть надо просто убрать этого чувака потому что он тут вообще не алло ну его затрем вообще лишний чувак абсолютно вот вот так представляешь это вообще же это феерическая вещь как она ездит блин это космос немножко да да короче ну вот и как опускается нос у нее так когда она чуть притормаживает вообще да ну это гениальная гениальная вещь так окей ну что ты думаешь ну опять вот надо начинать с того чтобы анализируете с референсы как основные ну короче картинки которые димка дает надо их анализировать очень ну внимательно потому что тут скругление есть определенно плотности они ну но они не такие такие ну не совсем такие да ну короче и тут есть разное тут есть ритм такой необычный как бы довольно просто это как будто вещь на самом деле нифига она не просто нифига не просто например а плотность больше а какая интересная штука ну то есть эта штука она не про не про это она про другую какую-то вещь она не про германию она про японию это германия которая годится и для спорта и для бизнеса и для ну вот то есть она как бы про такую бодрую рационализированную жизнь вот так вот скажем не про полет это и не не лотус и не ягуар это как бы германия но тут этого совсем я не вижу диагонали нету диагонали нету сразу обратил внимание что да да нету скруглений нету просто как бы движение в сторону референса есть в своей своей интерпретации это хорошо все правильно но наверное в конце надо все-таки тоже понять что аж чего не хватает снова вернуться к референсу проанализировать а нету диагонали нету например радиуса хорошо нету такого ритма например который есть плотностях хороший л е вот и это и это и вернуться к этому и просто поправить это на самом деле можно было сделать так или сейчас не или ладно это уже как бы другая задание но и при этом воздух между буквами он совсем другой ну альпина да он плюс-минус туда но он сильно прыгает и так далее поэтому сложно ну как бы сложно его анализировать сложно и о нем рассуждать уже там много-много каких-то вещей деталей которые просто как-то свистят как-то не не сомневаюсь просто пятна так нормального вот это да погнали дальше я думаю что это ну что это кандидат на замену то есть это ну просто ради такой феерической вещи ну надо постараться ну вообще да диагональ там есть гениальные вещи ну надо трудиться это мимо погнали дальше так volkswagen гольф мк ну как бы да gti-1 вот для него как бы референс но к сожалению нету ни одного решения это референс ахренистический да хренистический то есть это это конечно оно видишь что вот даже при том что тут есть какие-то радиусы но при этом это абсолютно вырубленная хрень вырубленная дырка в эпохи то есть эпоха круглых 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 безобразных устаревших форм вдруг бертон а нет это джуджара это джуджара Etal Design просто исекает это все уже конечно после Лотуса 달�етт после DMC этого самого Delorean ряда еще как бы рубленных этих автомобилей, которые, конечно, свернули башку, ну, Европе. То есть в Америке ничего такого, конечно, в тот момент не было, отродясь. И Япония тоже как бы не поспевала за этими штуками. Эти итальянцы делали всем, рисовали это всем, и как бы Гольф накопил бабла и заказал Джо Джара совершенно невероятную вещь, которая перевернула рынок, ну, то есть вообще создала, создала гольф-класс как явление, как... А, кстати, помнишь, у нас в Сникерс были кроссовки от Джо Джара, он же и кроссовки еще... Точно, точно. ...фактировал для 83-х год для лепестков в Америке, по-моему. Помнишь, там Лото? Не, не Лото, а Умбра. Умбра, да, да, точно. Да, Умбра, и они красные, вот там такие, красные, белые, синие, по-моему. Ну, короче, у нас они есть в одном из... Ну, в ревью. Кайф. Сникерс. Да, и контраст там есть. Ну, ладно. Поскольку никто ничего не сделал, то погнали дальше. Toyota J-40, классическая, бешеная, моднейшая штука, восстановленная. Вот референс и вот решение. Ну, мне кажется, это хорошо. Хорошо, да, хорошо. Но плотности опять. Плотности не хватает, да, плотности не хватает. Он такой, знаешь, стирается как будто. Да, согласен. А верхний нифига не стирается, он просто как будто сверху вниз прям штрихом так. Да, абсолютно. И как будто стянули, нарисовали очень быстро просто. Да. И он готов. А верхний он так течет, как будто краска. Да, да, да. Из-за плотности. Просто плотность надо добавить, взбить и все. Да, и все, однозначно. Какие тебе цифры нравятся из-за вот этих всех? Мне нравятся все четверки с диагональю, конечно. Ага. То есть... Ну, или второй, второй, скорее всего. Второй. Ага, второй, да. Отлично. Ну, там со шляпкой надо, у четверки что-то думают, она какая-то не... Разумительно. Не до шляпки. Да, да, да. Не до шляпки, да, я согласен. Ага. Окей, да, окей. А, молодец. Автор. Автор. Давай докрутим то, что сказал Вовка, и мы это используем, с удовольствием у тебя пропишем. Да, но если что, пишите мне, просто я там какие-то дополнительные детали могу рассказать про них и все. Альфа Ромео Джулия Спринт. Референс. Какая красота. Вообще, но ни одного решения нету. Порше. Да, теперь. Порше 997 кузов, не классический, как бы, 964, не классический 993, то есть довольно-опсовый 2008-2007 года. Вот такой референс, но ответ, к сожалению, вообще про другое. Вообще про другое. То есть это попытка, как бы, ну, сделать логотип Порше, только стенсильный. Ну да. Непонятно, каким образом это используется. То есть, ребята, я в том, что референсы эти, они, на самом деле, они только подобраны, исходя из каких-то, ну, общих образных, что ли, скреп. Но и понимая, как будет устроен разворот в книжке, сколько надо там, и какое пятно есть у леттеринга. Поэтому, если вот он такой, то он такой, он не такой. Ну, и как-то, они, все-таки, это тачки, вот я плюс-минус смотрю, что как-то, я не говорю про брутальность и про металл, и про то, что это машина, у которой может развивать скорость и так далее. А некоторые, ну, не некоторые, как-то, вот, большая часть вариантов, они какие-то все довольно такие, как дизайн, ну, дизайнер, в них нету вот этой вот мощи. И, по-моему, надо более увереннее, там, плотнее сбить и как-то устроить, и как-то точнее это делать все-таки, ну, чтобы они не были такими инфантильными. Да, согласен, согласен. Видишь, то есть, как бы, все итоги пытаются, то есть, скатываются на монолинейность, потому что она, как бы, более управляемая. Как только появляется контраст, особенно, когда он динамический, как бы, контраст динамический, как в референсе. Вот одна ситуация у S, у T, другая, у C, третья, у M, посмотри, четвертая. То есть, сами буквы имеют контраст, плюс, благодаря, как бы, тому, что, как бы, контраст варьируется на протяжении знаков, мы имеем увеличение эффекта объема. Вот, но это вот тут, даже об этом никто и не подумал. Погнали дальше. Это охрененная дрянь Fiat Panda, бешеная совершенно каракатица. Но лучше, чем вот этот, чем чемодан сейчас, который... Да, ну, конечно, гораздо лучше, гораздо лучше, вот, и вот референс... Блин, инфляция. Вообще, реально. Вообще, просто вышка. Да, это вот, мне кажется, что это ровно об этом. Вот, ну, вот, что ты скажешь про нижний, про верхний, какие у тебя есть еще... Ну, нижний хороший, но там в нижнем, почему-то, очень большое количество верхних горизонтально превалирует. Ну, а машины, наоборот, у нее, как бы, нижняя плотность. Нижняя плотность, точно. Нижняя плотность, прямо такая... Точно. Вот, знаешь, она, может быть, пока кажется, что она легкая, но она нифига не легкая, там все тяжело довольно. Да, да, да. Я так думаю. А тут вот немножко такой диссонанс, как бы, наоборот. Вот F, A, T, P... Ну, короче, все буквы, да, практически, у них везде вот эта масса вверху довольно. Да, 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 точно, абсолютно. А понятно, что она должна быть, она может быть, но, мне кажется, надо как бы ритмически это все сбавлять и спускать, ну, вниз тоже плотности. Вовка, я согласен абсолютно, ты прав, потому что верхняя штука ненагруженная, нижняя штука усиленная этими вот штамповками кузова, черная, то есть, вот этот пластик, который уходит в арки, и это как бы действительно... Короче, дальше вторым ЗИУ. ЗИУ. Вот этот вот вариант, по-моему, какой-то крымский, что ли. А ты ездил на нем, кстати? Конечно. Конечно. Блин, я на самом деле ни разу, в смысле, я видел их в гаражах. А-а-а, у вас были, да? Стояли? Да, нет, это было очень давно. Но вот я помню, что в гаражах я видел. Кстати, в этом, у таксистов, кстати, почему-то не знаю. Интересно. Ну, знаешь, это таксопарки. Таксопарки, это да, конечно. Но вот ездят, и никогда в жизни не было. Слушай, я представляю, помню такого случая. Их становилось все меньше и меньше. Я ездил в художку, у горец пионеров. Мне было, наверное, лет 10. Но я 7 лет ездил сам. И на метро, и на троллейбусе, и пешком. В общем, дорога занималась где-то полтора часа у меня в одну сторону. Ну вот. И, короче говоря, я помню, что ЗИУ, вот эти вот ЗИУ-5, их становилось все меньше и меньше, и меньше, а я их очень любил. Они так пели, знаешь, пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Вот так вот, как бы, то есть уже ЗИУ-9 так и так не пел. Короче, мне он очень не нравился. Я вышел на Петероградский, иду к остановке троллейбуса, и вижу, что меня обгоняет... То есть, что Зью вырулил из-за угла, как конь на рисунке Бенуа «Медный всадник». Помнишь? Вот там есть такая штука, где конь огромный, добрый. Сверху вниз так, да? Добрая морда вылезает, и гигантский конь, и Евгений как бы мчится от него. Короче, значит, Зью показал свою морду из-за угла, и я припустил, и бежал на бешеной скорости, только успеть до остановки, чтобы сесть на этот Зью, и поехал на нем, на переднем сидении, вот там вот у него были такие теплые места, мягкие, мягкие, дерматином обернутые такие подушки гигантские. Ну, короче, в общем, вышка. Зацени значок Зью. Да, ну... Вообще, да? Вообще, стайлак. Движение просто. Одной линией. Да, да, да. Представляешь? Вообще. То есть здесь и как бы электричество, да, это же такая... Да, да, да. Это же об этом тут рассказывается. Круто, кстати, да, правда. Троечка, да, хорошо троечка. Да, 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 да. И вот это вот все вместе. Все-таки это хорошо спроектированная вещь, конечно. Конечно. Вот. Значит, окей. Видишь, у них бывали чуть-чуть разные морды. Вот этот такой южно-русский чувак. Ну, как мне кажется, судя по окрасу. Но это, конечно, это не Крым. Это, кстати, может быть, Волгоград. Не, не. Значит, набережная. Набережная. ВЗТ. ИЗТ. ИЗТ или ВЗТ? Или ВЗТ, да. Ну, скорее ВЗТУ. ВЗТУ. Или ВЗТЭ. Да, ВЗТУ, скорее всего. Сейчас там, где ВЗТУ. Училище. Овка, то ли ИЗТУ, то ли ВЗТУ. Волгоградская ЗТУ. Да ладно, нет. Училище. Да, точно, колись. И вот он до набережной шел. Ну, короче, это не питерский чувак. Точно. Потому что питерский чувак вот. А вот он идет по литейному. Вот он. Зеленый. Ага. Короче, посмотри. Слушай, вполне возможно. Вполне возможно. Вот именно. Каустик, химкомбинат до улицы Марийской в июле проднен до набережной. 12 ноября 1969-го года от Сажево завода ВЗТУ с изменением. ВЗТУ. Набережная, Сажево завод ВЗТУ. Фантастика. Ёбанка. Вообще, высшор. Смотри. А где это тогда? Ты сейчас узнаешь местность. Да. Это южно-русская тема. Ты видишь, желтый с красным. Питер, холодный синий. У нас красный, да, у нас красный трамвай был, троллейбус тоже, по-моему, но потом он стал синим уже. Но вообще все, все, блин. Ты представляешь, смотри, это, это просто картинка из Википедии. Я две картинки оттуда вытащил, эту и эту, и это невероятно, что это наша с тобой родина, и это, и это. Вообще офигенно. Если ты вспомнишь, что это за место... Это точно у Вадима тебя нашел. Да ты что, да? Да, Волгоград депо номер 3. Ну, ты видишь, вообще, космос. Да, не, ну это круто, это он. Кайф, кайф. Видишь? Вот, смотри, вот я тебе говорю про трамвай, сейчас тебе закину. Давай. Так. Вот, и он тут, вот он едет. Маршрут номер 6, Каустик, набережная. Да, как я и сказал, да. Вольфганг Шрейнер в фотографии вроде. Да, фото Вольфганга Шрейнера. Фантастика. Я не мог открыть, кстати, этот линк почему-то, но, наверное, похоже, который ты мне сейчас забросил. Да ладно. Ну, прото трамвай. Нет, видишь? Your connection is not private. Видишь? А, стой, подожди, а покажи, это там надо Show Detail, наверное, они сделали коряво его. и можно открывать. Или ты сейчас шаришь только Миро, видимо, по этому. А, я тебе шарю только Миро. Все, понял. Ладно, просто сам факт бешеный, конечно. Это Волгоград. Это Волгоград. Волгоград и Ленинград. Офигенно. Короче, референс был вот. Ну, ну, какой был, так скажем. Егорка, это сделал Егорка, и эта штука, на мой взгляд, хорошая штука. Это очень хорошо. Вообще, Егорка, молодец. Ну, он в плейтапе все-таки попал. Что надо тут доделать? Пятерка. Пятерка надо доделать. Ага. Ну, и диагональный штрих у буквы У, он довольно, ну, левый, понятно, там, как бы, это оптика, просто, может, он делал его одинаковым, но он смотрится левой тоньше, чем правый. Чем правый, да. Чуть доделать. Да, согласен. А диагональ И не слишком рушит динамику всю. Нравится ли это? Она как бы рушит, да, но мне как-то вот это нравится. Нравится, нравится. Все, все, тогда не трогаем. Папа, тогда не трогаем. По поводу... По поводу... Свинтилы, эти шильдик, это, знаешь, на которые... Да, да, да. И видишь, смотри, вот этот все-таки молодец, видишь, вот эту штучку такую нюанс тут поймал. Молодец, Егорка, все, все принято. Пятеру доделать и то, что Вовка сказал. Погнали дальше. Купер. Купер. Купер чуть не купил, но вовремя осекся. Дорогая, по-моему, машина, вот как-то... Былышный, ты не какой-то дверный. Былышку какую-то хотел. Тут, видишь, кайф в том, что она несимметричная. Вот с той стороны этих вот, как бы, нету вот этой половинки двери. И это, конечно, блин, круто, что, что они так сделали. И вот этот сзади шкаф двух дверных, конечно, можно было так не делать, но это англичане. И они сделали, ну, максимум, что только можно. Это, конечно, блин, высший пилотаж. Вот, видишь, да, то есть вот этот вот бок другой, он как бы несимметричный. Идем теперь в референс. Референс? Треви. Референс, на мой взгляд, прекрасен именно своей аллогичностью. Да, да, да. Что тут вот эта вот лигатура, как бы, и здесь, как бы, тоже. А это итальянцы, да? Треви, ты знаешь, да, по-моему, это снял в Италии где-то снял, да. Вот они любители, во-первых, сливать так буквы с нижней горизонталью, так. Да, я много видел таких вещей там. И это, и вот это у них все такая, знаешь, живописная какая-то манера проявляет, у них все время проявляется. В буквы как-то они их рисуют так-так. Да, живописная, ты прав, абсолютно. Хочу так вот, там вот так, вот это у меня тут залипнет. Но дело в том, что мини-купер тоже, ну, нарисован итальянцами. Вот эта конкретная модель уже вот именно Клавман, это рисовал уже немец. То есть вот конкретно эту форму кормы. Но может рисовали итальянцы и они, то есть она не поменялась на этой модели. Вот. Короче, что думаешь? Есть тут что-то или ничего нету? Ну, вот как-то начинается или местами проявляется, а потом как-то и перестает. Перестает. да. Ну, вот первое как-то вот мини, вот вроде НИ довольно симпатично, а вот ми уже, мне кажется, что-то по-другому могло бы быть. Ну, да. Тут клап Ю хорошая, широкая. Ю хорошая, Вроде довольно нормально залипает. но вот если бы первое еще там потрогать его, как-то повалять. Да, да. С, конечно, слишком это парсивная слишком. Да, слишком характерная. Она как-то как-будто какое-то другое слово должно после нее проявиться. Вот отрезали и она осталась одна. Но она как-то неорганична, по-моему. Согласен, абсолютно. Согласен. Погнали дальше. Не знаю, да, тут сложно. Да, как наброски какие-то непонятные. Да. Сформулировали. сложный референс и довольно сложная сама машина. Надо было внимательно понять, какие связи здесь существуют между ними. Мне кажется, что эта штука, она, конечно, что с ней надо сидеть и работать еще. она и ее тут. То есть А, мне кажется, что у А другая конструкция должна быть, что Н в связи с таким В другая конструкция, что явно Р претендует на то, чтобы возможно С и Б были другими, но не такими закрытыми. Зачем такая закрытая форма-то здесь? Где тут закрытая форма? Тут все на распашку. весь характер вот он открытый. Короче, поехали дальше. Помогаю дальше. Волга ГАЗ 22. Ну, тут ошибка тут, как бы, не 21, а 22 нужно, но вот был референс, который такой адекошная штука. и вот что из этого получилось, что ты про это думаешь. Ну, довольно симпатичная вещь, но с точки зрения пятнатов довольно как бы окей, но тут, если начинаешь уже вглядываться, тут много проблем. Ну да, довольно много. Ну, если уж говорить о советских шильдиках и советских, как сказать, не логотипах, вот в советских время не было понятия логотип, наверное, да, а какое-то другое присутствовало там на имене, Что говорили, когда видели шильдик на машине? Шильдик просто говорили? Шильдик, мне кажется, да. Шильдик. Ну вот он как бы стремится быть эмблемой, да, как-то стремится быть эмблемой, шильдиком, но не... Вот особенно слово газ, это как бы вообще что-то с газом тяжело. С газом тяжело, да. Просто понабрали буквы и поставили, и заставили их жить вот в этой вот форме и попросили их поприсутствовать здесь постоять, и поэтому они так немного не это... Ну, они как бы формально это просто решено, как бы... эта штука понята формально. Но на самом деле ведь есть же еще эта штука, которая с этой вместе как-то должна взаимодействовать. И какие элементы можно было взять и из нижней надписи, но... То есть, более какие-то решения эластичные, более логичные, в общем, на самом деле. вот самое же главное, если мы посмотрим на как бы профиль... Я думаю, у всех была моделька эта. Она у меня была точно, у многих моих друзей была эта моделька. У Волги... Вот что важно, вот что важно, вот... Вот эта штука, вот эта штука супер важная линия. И вот эта линия, вот эта вот стрела, молния, вот эта... Уф! Эта штука, ох, это супер важная вещь. Где она здесь? Ну, вот у этих ребят португальских эта штука, как бы она... ну, может тут прочитываться в принципе. то есть, короче, боюсь, что это... Ну, то есть, Z неплохая, но почему же она моноширинная-то? В смысле, монолинейная? Да. Ее нет радиусов. Ну, наверное, она может быть более просто приятней. может быть приятней. Если ты посмотришь на белое V, то это в принципе должна была быть Z. Да, Z, правильно. Я имею в виду правая сторона. Тогда была бы какая-то рифма появилась. Да, вот клик типа о-о-о, я тут. Да, 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 точно, точно. И она передает как-то эстафету дальше. Да, да. Вот буква O просто номинально, как бублик находится. Буква L посередине из буквы A. Мне кажется, что там должна быть должен быть какой-то контраст. с нижней плотностью, переходящей на верхнюю заужающуюся. Ну да, то есть, вот эти вот арки окон, вот это L, вот это L. довольно еще функциональная машина, конечно. Очень функциональная. Все время представлялась она какой-то такой очень, ну, как бы... Ну, она функциональная, конечно, то есть, она, ее, там использовали английские фермеры, финские фермеры, то есть, она, ну, на ней же можно было зарабатывать, то есть, первые, как бы, кооператоры ранние, которых еще называли цеховиками, вот они, ну, как бы использовали эти... То есть, они не продавались в частное пользование очень долго, то есть, такая машина была... Ну, как всегда, да, в советское время, конечно, у Никулина такая была, но чисто, потому что по блату, чисто по блату, естественно, но это, конечно, вышка. Так, слушай, ну, чего, с этим я, ясно, дальше, РАФ, РАФ, это был РАФ электрический, он, представляешь, это РАФ полуэлектрический, то есть, нет, не полуэлектрический, а полностью электрический, в отличие, от вот этих вот, как бы, блин, извините, печальных собратьев, как бы, умирающих где-то, этот чувак хранится в в политрическом музее, он полностью электрический, и он работал на Олимпиаде 80. Здесь у нас используется, кто, Гил? Ну, как-то там. Это Футура, по-моему. Футура, да. И думаешь? Да, да, точно, абсолютно. Да. С, нет контраста, и нет контраста, да? Нет контраста, да, ну, значит, Футура, правильно. Да, но это как-то так, но просто Олимпиада, там же футурно все было. А, точно, 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 у меня есть, кстати, фирменный стиль Олимпиады. Да, футура, ты прав абсолютно, ну, Блин, а где, кстати, тоже надо поискать? А ты помнишь, были маршрутки такие? Конечно, я ездил на них, конечно. Они, ну, понятно, были не электрические, но я помню эту маршрутку, когда ты открываешь дверь, а там вот этот, ну, доводчик советский. доводчик, это такая просто, такой ремень, ремень. И это, блин, я вот запомнил, что-то такое, да, 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 она еще так вот делает, так мягко, да, 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 это было круто. Это круто, да, это такая прям, же, кайфовый советский микроавтобус, реально было. вот именно, приятно, приятно. Короче, значит, вот у него был такой референс, такой вот референс, который ты где-то подрезал на проходке, да? в российский, да. Да, да, да. Ну, вот что из него получилось, что ты думаешь? Видишь, хорошо? Да, да. Вот поставлю тут. Ну, как по заданию все. По заданию, да. По заданию. Ну, в, в, неплохое. Симпатичное, да. Раф, там, а там рейс, а, а вот мне тоже понравилось, прикольно. Ну, А, вот, Латвия, Латвия, В нормально так входит. да. Вообще, это все неплохо. Неплохо, да, что-то не хватает, как будто, либо не понятно, чего именно. А, буква С, да, вот, смотри, вот буква С, в рейсе, все-таки это нарисованная вещь, это все-таки не буду. Нарисованная, конечно, да, 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 И вот эта вот рисованность, она мне не хватает здесь. Ага. Как будто. Наверное, в букве Ф. Наверное, в двойке. Или в двойке должно было как-то появиться вот эта пластичность, потому что там не везет, ну, как бы я вижу, что раунд этот чувак все время делал, это хорошо, но в букве С, например, там не раунд, там, ну, там, это как бы движение, все-таки пера есть. Я согласен с тобой абсолютно. С рейс. Да, да. И оно динамичное, оно не техническое, ну, не просто скруглил. Вот, кстати, в букве Л там что-то вот намечается такое. Намечается. С внутренней вот. Да, 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 согласен. Согласен. Да, ну, вот и в Т тоже как бы, вот, вот, и в букве В тоже, но опять же какой-то просто круг, просто, ну, вот, вот это, да, вот этот пузо-пузо. Кому-то, кажется, что там вот это, вот, и в букве Я этой пластики не хватает. Да, я с тобой согласен. Когда ты просто усик и чуть-чуть, например, если буква Я, вот нижняя усть, нижняя вот, нижнюю точку вот здесь, просто ее налево двигаешь, налевее, чтобы он как раз начинался наше и поднимал. согласен, да, он будет, он будет, конечно, согласен абсолютно с тобой. Слушай, а вот еще, посмотри, мне кажется, что это тот же автор. Вот у него есть альтернейт для для В, например. Это хорошая штука, кстати говоря. неплохая штука. Вот особенно буква Т прям. Вот, ты отличная. Ты хорошая. Отличная, да, ты отличная. Ну и вот дверку закрыл, вот буква В это. Да, да, чик-чик. Даже это, кстати, может, давай возьмем это, а? Давай, да, Латвия, вот это в нижнее прямо хорошее. И вот еще один есть автор, по-моему, это Дима Желонкин, на самом деле, это все, по-моему, сделал. Дим, ну молодец, конечно, но тут такая модульная графика. А это все, по-моему, Дима делал. все он делал? Да, все он делал. Ага. Мне кажется, что да. Что думаешь? Ну, я из них, из тех, предпочту, наверное, вот этот вот, он какой-то самый... жизненная штука. Прямо тут вот, мне кажется, что вообще все совпало. Да, кстати. Берем. Только смотри, вот, например, он, вот этот хороший воздух в Латвии, между буквами, а вот в Рафии и в цифрах это прям сильно надо увеличить, однозначно. Увеличить. F вообще, кстати, крутая. F крутая, да, это хорошо. Молодец, Димка, молодец, респектов. Респектов. Так, погнали дальше. Любимый, любимый мой про-стар, скажу тебе честно, где-то он был подрезан, я не помню, сколько я уже, я мучил этим про-старом, помнишь, по разным поводам. Да, он проходил. Про-стар уже появлялся. Бедная Ныса, конечно. О-о-о. Бедная Ныса, ты видишь, это бомжовский домик, скорее всего. Ты видишь, но, конечно, какая горючая, эта картинка, Антонха прекрасно, конечно, снимает, но снимает такие горестные часто ситуации уже, когда мы эту машину не видим, когда она уже перестала быть социальным каким-то артефактом, ушла, начала как бы мимикрировать под листья природные какие-то темы. Короче, тут вот, тут, что ты скажешь? У меня какая-то катаракта на глазах появилась. Катаракта на глазах. То есть, да, вот тут абсолютно, ты прав, абсолютно. Абсолютно. Ну, как хорошо видеть карандашные рисунки. Вообще прекрасно. Слава Богу, Виктор задолбал до смерти. Ну, что ты скажешь? Вот это, конечно, так, вот это приятно. Тут вот это Н волнует, но 5, 2, 2. Самый нижний, самый нижний, по-моему, такой. Ну, буква И, конечно, тут это. 5, 2, 2, вообще отлично. 5, 2, 2, отлично, да, надо брать. Это надо просто сделать. Кажется, что вот эти навязчивые штуки с кругами, одного было бы достаточно. Да, точно, точно. И надо, конечно, ну, получше. Надо порисовать просто. Это наше все кириллическое наследие, и надо уметь рисовать эти буквы. Да, да. Мне что-то смущает, что Н падает. Н падает, оно просто узкое, и зачем оно поднято и стало кэпхайтом? Да. Не нужно. Не нужно. Но вот это вот горбушистость Нысы, наверное, вот эта перемычка, она нам продает эту идею горбушистости, нет? Ну, она как бы продает, но она так, типа, вроде М, ну, да нет, Н. может, ты прав, ты прав, ты прав. Да. И непонятно, на дна вектор смотрите, он там такой стерильный, он же никогда не врет, но там порисовывается, как оно. Но если согласен, вот этот вот, вот это вот, как бы, балка, это, Н, она не балка-то, на самом деле, это просто не горизонтальный штрих, а в нем есть какая-то вот, какой-то штрих, ну, какое-то, движение есть. Это жевая такая штука. Жевая штука, Дорогой автор, посмотри вот на, на, на то, как устроено крыло этого автомобиля, и как устроено заходящее на боковину стекло. Вот это, скорее всего, подсказка в отношении, наверное, конструкции N, ну, может быть, возможно, что вот тут, ну, конечно, уже это руинированный, извини, руинированный объект, но, тем не менее, это видно, что окно очень любопытным образом заходило на бок, прямая дверь, абсолютно прямая, и вот это вот выдвинут этот нос со странными очень скулами крыльев, в общем, да, и форма радиаторной решетки, где-то кажется, что это стоит нам об этом рассказать, вот. Ну, надо посмотреть на тачку, конечно, автору, точно, абсолютно. Вроде как бы в рисунке поймано что-то, но не это, да, до конца. Окей, следующий, на пазике, на пазике я ездил. Тысячу раз, конечно. Ох, этот ужас, ё-моё, ноги страдали. Да, вообще, да, капец. Тесно, дико. Тесно, жутко, ноги не поставить. Капец, жуткая машина, реально. Жарко, вот тут вот это нагревается, солнце палит. Блин, ух ты. И вот там вот, там же мотор прямо вот там вот, вот такой стёбаный, стёбаный штукой. Помнишь, штука продолжалась, и ты деньги просто кладёшь, как бы на тепло. На эту штуку? На просто, ну, на ней можно было спать, как бы лежать. Ты просто клал их туда, и всё. Там же ничего вроде не было у него, да? Не было, не было, конечно. Там была просто, да-да-да, там такая полка была. Полка, вот, полка, да. Мотор был прямо там. Шляпа там лежала какая-то. Да, обязательно. Ну вот, в общем, такая вот штука. Конечно, он, он слишком разбитной, то есть он такой студенческий, но он как бы студенческий сам. вот автор, видишь, он как бы уходит от этого, и в принципе это попутнее какие-то вещи. Попутные штуки, Ну, нижняя прикольная, и верхняя. Нижняя отличная, да, и верхняя отличная. Я бы, я бы верхнюю бы взял. То есть это вот прекрасные какие-то... Векторы это можно было прям так сделать. Да-да-да. Дорогой автор, если ты нас слышишь, то займись, пожалуйста, вектором и присылай нам апдейт, чтобы мы глянули и взяли скорее всего эту работу и не забудь, что у Паза еще есть цифры 6-7-2. Да, оживи Пазик. Да. Дальше Икарус 55 Люкс. Я, Вовка, на таком ездил. Я никогда в жизни даже. Это фантастическая вещь. У него, ты видишь, вот там вот такая вот классная попа. Да-да-да. И она открывалась, и там турбированный двигатель гигантский. Он ходил в Эстонию. Ты знаешь, какая у него хорошая морда. Блин, это очень красиво. Значит, тут было у нас два референса. Один прям очень похожий, второй, более примитивная вещь, в общем, на самом деле из этой же эпохи, но Мать Сольнен это логотип Футура Хауса, на самом деле. Вот. Это попытка, что никто его так и не использовал. Ну, или как бы использовал, но ушел от пятна совсем в какую-то довольно регулярную вещь. Хотя тут же как бы самое основное это но. Да-да. Да. В общем, что ты скажешь об этом? Не знаю, ну вот первый ИК Рос 55 люкс, там прикольный. Прикольный. Прикольный, да. И вот все остальные, я помню, я комментировал, но я комментировал как шрифтарик, ну не как шрифтарик, как типограф. Тут, конечно, были просто вещи, которые там хотелось прокомментировать и их исправить. И, кстати говоря, их исправили, 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 да-да. Это уже апдейт после твоих комментариев. Я ему еще кидал какой-то вариант потом. Не помню, Витя, по-моему, тоже. Как раз, да, вот он исправлял, по-моему. Не помню точно. Помню, Дима еще был заход, у Димы, и Дима, по-моему, это сделает как раз 55 люкс, Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Так, нам нужно с тобой ускоряться. Ускоряться. Гуд, ну что ты думаешь? Что берем? Ну, я бы взял красный, этот верхний, наверное, но он довольно хорош. Вот тут мне нравится такая вот штука, конечно, такая гарбуш. Да-да-да-да. И вот тут вот я не вижу тут I, я тут вижу J. И это как бы вопрос. Непонятно, а зачем эта линия здесь? Но она тут как бы носит чисто декоративный характер. Понятно, что она мячится с этой линией, ну, с той линией, которая там, у него тоже как бы есть, как его основной логотип, но кажется, что эта линия должна быть просто выше тогда уже. чуть выше. Там ты дырки, наверное. Ну, пятерки, нет? Что ты думаешь? Ну, я бы просто так, она так положили ее, эту линию, и хочется ее как-то подвигать, чтобы она живая была, чтобы найти правильное положение. Абсолютно. Потому что она просто так положила, вот именно. Да, и все, положила, и все. Я согласен. Надо что-то сделать с ней, да. Согласен. Окей. Там нижние какие-то варианты тоже были довольно, но они довольно, вот тут вот вот эти вот все штуки, они, их, они слишком тут сложные, потому что речь в референсе, а референс понят довольно буквально, ну, в референсе речь о том, что есть просто субформа, и буквы заполняют, и все. То есть, вот эти вот вещи Vim, Kravl, Style, тут они, зачем они? Они же не об этом. Vim позже уже работал, эта штука раньше появилась. Ну, короче, чуть-чуть это все для более поздних каких-то ребят. Конечно, на самом деле, конечно, это, я был неправ, потому что, когда я комментировал, я комментировал форму, но из-за, это как всегда бывает, потому что, когда комментируешь основной первый результат, то с течением работы над комментариями теряется образность, просто моментально, вот там 50% нет, а потом 20% уже осталось, потом 10%, и потом уже просто чистое, да, чистое типографика пошло, вот, но это нормально, хороший опыт, но это, но да, но первый вариант, конечно, какой-то он, даже по пропорциям как-то правильно, потому что там уже пропорции какие-то изменились. Меня, знаешь, вот, меня парит здесь, ну, на самом деле, S, и кажется, что вот в этой штуковине она не то, что точнее, как бы, с точки зрения, ну, шрифтостроения, а с точки зрения близости все-таки к этому как бы объекту, так она здесь чуть-чуть, ее не хочется такую сложную, главное, что не хочется каких рифм с пятеркой, они соседи, и пятерка нагружена, и S хочется разгрузить. тут компиляция нужна, правда, вот, потому что, да, потому что точно это одна рука делала, просто разные варианты, но первое, конечно, как будто отрисован какой-то вариант по фотографии, но детали надо уточнять, ну, в смысле, части букв. Я согласен. Погнали дальше. КРАЗ. У КРАЗа было два референса. ДСААФ, ты нашел в Волгограде, и самолет, где-то мы где-то нашли в Уранчестве. Есть только один вариант, вот этот не плохой. Но цифры двойка-шестерка мимо, а КРАЗ и ПЯТЕРКА хорошая. ПЯТЕРКА хорошая прям, да, как раз хорошая. Я вот прям КРАЗ хорошая. Да, 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 да. Автор молодец. Автор молодец. Автор молодец, да. Только диагональ буквы А, вот эта вот левая, она какая-то пока какая-то она не очень хорошая, какая-то кривая она. Потому что видишь, вот ее поднимается вот на первом прямоугольнике, на первом треугольнике поднимается она, причем она влипает туда, потом она чуть, у нее градус меняется, а у второй диагонали буква А, у нее совсем другой срез слева. Да, да, да. И вот так, когда, что-то непонятно, плавающая, что-то тут как-то надо порогнеть. Ну, ИР торчит наверху, вот видно, что там она не... ну, ну да, здесь все штуки, да, 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 конечно. А тебе не кажется, что Зе не обязательно симметричная? Да, что у нее верхний полуовал мог бы быть задвинут чуть-чуть внутрь. задвинут. Ну да, кстати, да, да. То есть кажется, что она... Точно, чтобы там появилось движение. Ну да, потому что она иначе такая жирная дуреха. Не то, что тут вопрос не изящества, а скорее просто динамики. То есть пускай низ будет чуть тяжелее, вверх, чуть полегче. Ну, классически, да, классически присутствует буква З, буква В. Вот. Все у нее верхний верхний штрих, он всегда чуть... Ты знаешь, вот мне жаль, что никто не взял этот референс, потому что он, на мой вкус, он более сложный, и он, вот, видя, как устроен, например, этот кузов, какая у него конструкция, как устроены вот эти вот элементы на крыльях, блоки под флагой, просто что-то прямо вот об этом больше, чем... Причем это журнал самолетом 20-х годов. 20-х годов, конечно, да, это он. 29-28, на 30-х годов. Да-да-да. Окей. Короче, в принципе, можно доделать то, что сказал Вовка, и нам отдать. Так, муравей, я такие помню, Вовка. Я такие вот... Я только в фильмах видел это, причем французские. Ну, во Франции, помнишь, они, по-моему, любили, в Италии. Они до сих пор это пиаджо. До сих пор возят цветы. Конечно, да-да-да, и жрачка какую-нибудь. Это единственный референс, который у нас был, и никто ничего не сделал, но и ничего страшного. Дальше идем. Харьковчанка. Харьковчанка, да. Отличная такая, тетя. Засучила рукава. Засучила рукава, да, сейчас. Да, там что-то месит там что-то, месит капусту. Вот, кажется, что это про гусеницы с одной стороны, и вот второй референс, который был про вот эти кабины и вот эти вот окошки, вот эти все как бы такие военные военные формы, которые принуждены стать гражданскими благодаря тому, что они стали оранжевые и стали быть похожими на... Антон Камаза, да, по-моему, оранжевые? Да-да-да, да-да-да, похож. Ну вот, значит, вот у нас тут появились такие какие-то израильские мотивы, хотя создатели далеки были от как бы Израиля. Ну, что ты думаешь об этом? Ну, вот этот вот, да, вот этот вот просто по пропорции начал попадать, но тут все равно много каких-то деталей, которые так подсвистывают, так как-то... Ну, видишь, вот тут автор... Это из зуба. Это из зуба, согласен. Видишь, тут дело в том, что автор с одной стороны прав, потому что у этой всей формы у нее куча каких-то артефактов довольно странных. видишь, вот такие какие-то выгрызы, видишь, такая вот штука, такая... Но он вообще весь такой. Он весь состоит из каких-то ящиков, каких-то хреновин, которые его, вот эту форму, скульптуру постоянно заставляют шуметь. Наверное, автор хотел вот этими всеми штуковинами, вот этими какими-то вещами, которые, конечно, типографически они, ну, не точные, мягко говоря, избыточные. Наверное, рассказать об этом. Но... Но много идей внутри одной штуки. Много идей, вот именно, да-да-да, точно. Но я бы взял это, если честно, но надо просто доделать ха, потому что она шурикен слишком. Шурикен, то есть надо что-то... шурикен деревенский, деревенский шурикен. Не танцы с бубном, не шаманс какой-то, да. Да-да-да-да, точно-точно, да-да-да. Ты прав. Это довольно такая очень супер функциональная вещь, и она очень такая брутально сконструированная, но это не веселая, скажем. Не веселая, не-не, она, конечно, не веселая. Ну, то есть... Ну-ка, там, ну-ка, там надо еще доработать. Ну, вот как-то, в общем-то, в принципе, окей, но вот какие-то вещи надо доработать, правда. Но не знаю, не знаю. Можно... Давай просто... Поживем с этим, автору пожелаем просто доделать букву К, пересобрать букву К и, наверное, ну, вот двойку. Двойка не читается. Не читается, да. Надо сделать читаем. Ну, потому что, если А ты меняешь, то двойка тут понятно, потому что тут как бы один и тот же мотив какой-то использован. Да-да-да. Двойка должна поменяться. Да-да-да, вот точно. Ну, и пропорции просто знаков и воздух надо за этим следить, потому что Н залипло, К залипло там. Ну, я имею в виду там какие-то есть вещи, там дырка, например, АН дырка, а между К это полоса тонкая. Почему? А между К А вроде там чуть тонкая полоса, потом опять какие-то очень плотные, в смысле больше, много черного. Ну, короче, да, там ритм белого и черного. Вот все у нас есть. ага. Может быть, даже вот эту вот R еще скорректировать, потому что вот на этой штуке R понять, другая конструкция, но R она, кажется, могла бы быть без этого угла. Вася, что ты думаешь? могла бы же быть. Да, потому что там, кстати, да, у тебя V был лучше, а только наверху внизу их больше. Да, да, тут как будто не хватает. Например, рифма тогда была бы с мягким знаком. Да, была бы, была бы, была бы. Но раздражает Ка. Да, ножка, она как-то странно, что она тонкая, вообще все, не все, что внизу, но плотнее, кажется, должно быть, не кажется, а должно быть плотнее, чем то, что вверху. Поэтому ножка у Ка, она тонкая. Ну да, вот гусеница, как бы, посмотри, пожалуйста, автор на гусеницу, как устроена гусеница. вот какой у нее, как она живет внутри вот этой формы, крыла гусеницы. Вот это все касается этих, собственно, букв, но в особенности К. Там не обратная, не радиус, скорее всего, не такой, а обратный, ну как бы радиус. вот там, то есть он, его просто флипнуть. Да, 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 да. Можно было бы. Выход сюда, да, был, кстати, или внутренний. Ну не знаю, короче, тут, это понятно, что модули, по-моему, да? Ну не модули, в смысле, а просто элементы, собраны из элементов, поэтому тут нужно крутить. Ага. Ну вот эта штука подальше, наверное, по характеру. Хотя собрана-то, кстати, лучше, но она подальше. Но она подальше, да. Она как бы уже, Хариковченко приехала в родной город и используется в качестве книжного магазина или магазина вещебумажных принадлежностей. То есть она уже потеряла свою удаль и военное какое-то такое прошлое, скрытое под ярким цветом. Так, окей. Следующая штука это R1, R1 референсы вот эти. Прекрасная вот здесь штука. И этот, и этот, но нет ответов. Дальше Cadillac Девиль, да, офигенская тачка. И вот у нас были такие решения для Cadillac на выбор такой или такой. Конечно, с этим сложнее работать, потому что тут надо не уйти в такой brutal, brutal. Вот. Эта штука, эта штука, скорее всего, ближе, конечно. Ну, в общем, на прочувствовать, да. На прочувствовать, именно. Вот. Окей. Nissan Cube. Вот у нас был референс. Вот этот вот. Ну, это прям надо делать сейчас. Что-то как-то это, надо ребятам заново давать. Да. Тут просто вопрос того, что эта штука, она должна быть гораздо более... Плотнее. Просто плотнее сбитие, опять же. Буква S. Ну, просто он шире должен быть. Да, шире. Непонятно, зачем такая конструкция у А, потому что... А, ну, потому что, наверное, тут они есть, эти конструкции. Вот это вот оно. Да, наверное, да. Не, да, ты посмотри, как идет, но все равно этот штрих, вот, двухчастный А, серединный, он просто входит. А мне кажется, он должен подниматься наверх. Да, согласен. согласен. Подниматься наверх. Так же, как и вот задний... Ну, это просто прямая... Да, да, вот так, хопа. Отлично. Без стойки вертикальной? Или с вертикальной стойкой? Может быть, со стойкой, может быть, без нее, кстати говоря. Вот надо попробовать. Ну, и плотнее надо сделать. Плотнее, и шире. Это 2106, значит, написано, но это 2103, конечно. То есть, с тоненькими зубчиками. Вот он. Отличные фотографии Антохи. Очень немножко. Деликатная машина, конечно. Вот. Ну, тут разные вопросы. Конечно, Ж, везде вопрос к Ж. и вопрос к Ж. Да, тут ВЗЖ как раз это самое главное. Вот эта вот штука неплохая же, Вавась. И гули, и гули, и гули, 21 на 6. И гули, да, да. Не, и гули, и гули. Гули, да, А вот В, З, 21 на 6, как-то просто, мне кажется. Просто слишком, да, Там можно быть один, может быть, диагональю могут выступать. Да, да, да. Ну и Ж, да, ты прав. Тут Ж вообще самый главный вопрос. Ж вообще это как образ Жигули даже. Да, абсолютно, абсолютно. Короче, выбираем эту штуку. Да, да, я думаю. Но надо доделать, дорогой автор, надо конкретно доделать. Просто Жигули, это такая вещь, это, ну, она такой, какой-то архивный, какой-то очень серьезный образ, то, что ты никогда не забудешь, то, что у тебя в архиве, в твоем памяти лежит, и она навсегда там останется. Это Жигули. Вот именно в таком виде, вот, я не знаю, это такая вещь, что надо как-то проявить это, блин, потому что было бы стыдно этого не сделать. Да, однозначно. В букве Ж. Да, 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 я согласен, я согласен. Дорогой автор. Все прошли через Жигули, не уверен. Да, ну, у меня не было. Нет, ну, не то, чтобы у тебя не было. Я любовался, любовался. Любовался в какой-то момент, в какой-то момент у тебя, ты понял, о, она же красивая вроде. А потом ты понял, блин, какая она ужасная. Да, 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 но ты знаешь, уже как бы сейчас, видя ее вот в таком состоянии, и тем более на Антоновских фотках, я понимаю, что это, конечно, красивая вещь, очень красивая. И вот этот вот руль, который как, тоненький, как у меня друг говорил, как веточка. Как веточка, да-да-да, точно, с такими штучками еще, с такими еще, такими зубчиками плавными, помнишь, как у веточки, когда там зависть новой веточки от веточки, вот там такой бугорочек есть, вот так же были в этом руле. Да, он тоненький, тоненький, да, как ты его вообще повернешь даже, вообще боишься сломать. Я не понимаю, да-да-да, так его. Удивительный, конечно, попробуешь. Ну, короче, это все надо... Короче, Игули, окей? Да. 21.06 слишком просто, ВАЗ, В, неточная, З, жуть, Ж, катастрофа. Надо разбираться. Да, да, да. Орай. Ну, мне кажется, что... О, Ягуар. Это уже Настяна съемка, Настя Умница уже поснимала офигенский ящик. Настя, Светлана. Ну, наш фото-редактор. Вообще. Вот. Ну, что-то с дисками, конечно, перебор тут вот, вертикальный. Да, тут, ты знаешь, да, тут не заметно так, а вот там, когда она стоит на вертикальной фотографии, то заметно. Понимаешь, дело в том, что это 20-е колеса ему поставлены, а на самом деле ему надо ездить на 18-х его родных. Конечно. И не надо выпендриваться. Мягче. Не надо выпендриваться. Потому что это сразу образ другой. Потому что это аристократическая вещь. Ну, зачем там гоночные действия? Зачем там американщина? Это американщина. Лоу-райдер став. Правильно. 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 Ну, то есть, это как бы немножко, немножко не то. Вот. Ну, мы, конечно, будем использовать фотографию. Ну, то есть, здесь еще нет отбора. Это, там огромная сделана на сети съемка. Прекрасные есть кадры. Я просто так поставил, чтобы помнить о том, что это очень круто. Ну, что, какие-то кадры есть. Вот. И, по-моему, это делал Сема, да? насколько я помню. Да, да, Сема. Вот, референсы, и, в принципе, что-то тут, по-моему, это уже после того, как ты вносил, корректирую, корректирую здесь как-то. Ну, наверное. Что здесь? Тут, тут вот, тут, тут что-то вот с этой вот ситуацией. Помню, что они, ну, а зачем этот выход? И зачем так шуметь здесь вообще? И странно, что, ведь это просто индекс. И этот индекс, может быть, по идее, лауркейс, или здесь может быть R другой конструкции? короче, у меня тут, у меня к этому много вопросов. Скажите честно. Индексы, знаешь, еще так, они, они чаще всего как-то слитые всегда получаются. Слитые, да, да. И цифры тоже. У них везде какая-то, знаешь, одна такая, чтобы бук, индекс, это всегда буквы, которые ничего не значат. Это просто аббревиатура. И они аппарклись всегда. И поэтому их, да, и поэтому их сливают, и поэтому там одна линия в другую захочет, чтобы они как-то посмотрелись единым, как бы числовно, единым числовным объектом. Согласен. А тут оно как-то вроде хочется быть единым, но оно разваливается, невероятно, не знаю. Она разваливается, да. Икс туда полетела, в космос. Да, да. И уже там куда-то в это, в перспективу улетает, в какую-то точку. Да. Согласен. Понятно. Понятно. Ну и поэтому еще сочетание, опять же, вот у всех, как всегда, это оптика. За оптикой надо следить, если буква А, ну, у меня же плотнее должен быть нижний, значит. Конечно. Нижний вход в стойку внизу. знаешь, тут все тут очень тонко, почему? Ну, блин, вот эти... Ну, и опять с плотностью вопрос. То есть, опять, да, блин, опять не туда. Джей, джей, динамика очень пассивная. вот, глянуть на все эти линии, ну, вот же, вот же, понятно, как это рисуется. Но она гораздо шире. У нее этот вот, как бы, выход, как бы, стойки в начало полообала, в другую совсем динамику. Понятно, что здесь, здесь это не совсем так, но тут есть и вот такие решения, которые нам бы подсказали, что ты можешь это развить, более активно сделать. Ну, короче, не надо бояться так. Какая-то боязнь просто. Да, вот, да, вот это заметно, что это такое, как бы, ну, такое настороженное рисование. Осторожное рисование. Осторожное. А тут надо очень, это как в кунг-фу или в карате, когда там кто-то показывает приемы, не приемы, он, знаешь, там, когда они солируют, когда они сами начинают двигаться, они делают какие-то вещи там руками. Ты понимаешь, что вот все, что они делают, там, диагонали, вертикали, когда руки двигаются, то они очень точные, очень понятные, и это как-то там, стой, да, да, знаешь, стой, и вот эта типографика, там все очень, должно быть акцентировано хорошо, убедительно по скорости, по ритму, по дружбе между собой, буквы должны также при этом сочетаться, да, это резкие движения, мне кажется, что тут как бы недорезкие, они недорезкие, да, 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 короче, просто надо работать, я думаю, что это в таком виде мы это не сможем использовать просто, дальше есть Multivan Westphalia, вот решение, вот референс, я думаю, да, это прикольно, да, это хорошая штука, это хорошая штука, тут комментируют, по-моему, это хорошо, ну, кроме О, кроме О, просто широко, на О, просто вообще, пленал, и не надо тут резать, и не надо резать, ну, то есть мы сами обрежем, если нам будет нужно, через черт, то есть явно, что вот этот элемент просто больше, скорее всего, просто по массе, вот этот, вот эта связь, она не кузявая, потому что Н русская, Н просто шире, и этот тогда все нормально сядет, и О, О шире, дырка слепая, надо явно, что она должна быть больше, что думаешь? Ну, тут везде, в каждой букве есть контраст, а в букве его вообще, О, его нету, ну, ладно, хорошо, если у вас его нету там, значит, в очке он должен быть, очко должно быть более широкое, то есть контраст между черным и белым, я имею в виду не контраст, который сейчас есть, а именно пропорциональный контраст. Пропорциональный контраст, да, Ее, соответственно, надо было просто шире сделать, как, например, R, ширина R, нормально, она могла, или S, вот, S тоже, хотя не, не, S слишком, R хорошее, R хорошее, вот надо пошире сделать, S шире тоже, потому что еще вот эту букву очков, ну, понятно, она контрастная, она просто липнет, ну, в смысле, липнет, очень маленькая. И вся плашка, вся плашка ровная, без подрезки, и она вровень какая-то, зачем это, то есть, ну, ну, трам, па-пам, па-пам, ну, проще сделаем, просто, чище и проще, ну, кажется, тут надо, да, как бы, то есть, если, делаешь автор, то присылай, это кручить, с радостью, это использую. Так, DeLorean, DMC, пока нету каких-то решений, Иш, Renault Twingo, первая машина моей жены, но это не она, это не я, но это просто, ровно такая же машина, на 140 км в час, зимой, минус 30, перевозили холодильник, который полностью меня вдавливал в торпеды, но это получилось, тем не менее, великая машина, вот, короче, ну, референс мне очень нравится, скажу честно, он хороший, что у нас тут, да, вообще, да, это класс, это же веселая, веселая хрень, так, ну что, что скажешь, ось, да, блин, Мира, конечно, только, может зуммироваться, только как он хочет, вот, вот, третий вариант, как будто, вот, уже вот начал отчет появляться, какая-то, какая-то дружба между буквами, но, W, нет, мимо, я так думаю, N, слишком широкая, A, липнет, L, узкая, T, ну, короче, и R, слишком маленький, вот этот вот у него, ну, этот самый, очко маленькое, очко, да, пускай, хочу сказать очко, но не пойму, очко, или это очко, маленькое, маленькое, правда, оно должно быть больше, потому что, ну, на посмотреть на букву O, последнюю, на букву R, сразу понятно, ой, что-то маленькое очко, вот оно же может быть вот такой, спокойно, смотри, сейчас, может быть вот такой, сейчас, я имею ввиду по, ну, то есть оно, конечно, даже наглее просто, не надо так бояться, же идея, идея супер, конечно, отлично, так, что значит, что, что автору доделывать, что ты думаешь, пу-пу-пу, третий, просто его доделывать, да, просто доделать его, да, и посмотреть на пятна, на темные пятны, потому что, Твинго, W, N, штрих правый, и G, оп, прям черное, W, G, черное, в Рено, такого черноты нету, и надо, короче, смотреть на ритмы, ритмы пятен, черных. А, ты знаешь, мне еще, знаешь, что кажется, что такая конструкция G менее удачна, чем конструкция, может, чем, например, или чем даже, вот, или А перевернутая, да, 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 именно, то есть, этот выход, может быть, он не нужен, да, не нужен, потому что, смотри, она же с выносным элементом одна вообще. Конечно, 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 и зачем это? Поддержки у нее нет, соответственно, да, именно, именно, точно. Ну, то есть, вот эта вот штуковина, вот раз автор этой версии более, что ли, весело это разыграл. Весело, да, да, была такая хорошая. Да, 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 была ее отличная. Может быть, и этот вариант человеку, ну, как бы автору добить, просто переделав R, переделав T, возможно, как-то попластичнее, да, понятно, что, может, там, что-то виски выпил, там, сел порисовать. Может быть, да. Так, что-то так, немножко это. Ну, N, N, N конструкция, нужна ли вот эта штуковина здесь? Я имею в виду, что, может быть, нужна, конечно, более она тут у них, тут она, тут человек присутствует. Я бы в двух вариантов сделал вообще, чтобы без нее, и чтобы она была, она получше бы, чтобы ее видно было. Дорогой автор, это очень примитивная, тупорылая, но веселая машина. Там даже нет спидометров, ну, по сути. Кажется, что вот эта стойка тут лишняя. Пускай эта штука, ну, как бы построить, пускай эта конструкция будет лишена этой всей избыточности. Там нету ее. Ну, вот. Мне кажется, Citroen Cactus, вот, он гениальная машина. К сожалению, не очень верный референс. Я тут вот беру заднего, потому что референс не отражает ее. Я ее ободил целый месяц. Потрясающая штука, очень круто нарисованная, круто сделанная внутри, но референс не отражает ее, и решение, кто еще дальше уводит нас в какой-то Геленваген, ну, даже нет, ну, куда-то уводит. Давай не разбирать его, Вовка. Давай не будем, Дальше у нас еще есть сила Зила, силос Зила, комета, и вот такие штуки довольно прикольные. Прикольные, да. Вот этот средний, вроде, ну, средний хороший, да, средний хороший. Только в среднем буква М свистит, она тонкая, а вот в нижнем она как будто окей. Может, это одна и та же, но... Не-не-не, она там и там тоже. Мне кажется, просто плотнее ее надо. Может быть. Слушай, мне, конечно, вот эти вот штуки, Нравятся вот эти глупости, они хорошие. Как бы их... Как бы их... Ну, ты за средний или за нижний? Нет, я хочу компилировать. Я точно вижу, что М надо сделать М поплотнее. И вот эти вещи просто... Я понимаю, зачем сделаны ошибки, потому что так тупо смотрятся эти отрезанные линии. Ну, просто какой-то... Тупо, капец, конечно, тупо. Тупость. И вот надо их, я думаю, так же сделать. Просто в среднем варианте попробовать так же их здесь острыми такими сделать. Может быть. Но... Может не получиться, не знаю. Не знаю. Просто их бы... Вот тут, тут, видишь, как бы сложность в том, что вот эта штука, она влияет на вот эти формы сильно. Да, да. Как бы ее не... Как бы так сделать, чтобы... И, короче, либо эта штука, либо эта штука, но их много. Пускай это будет какая-то одна сквозная линия, которая будет собирать все, но не душить все. да. Ну, хороший ход, но просто его надо как-то решить очень графически, убедительно. Убедительно. Точно. Кажется, что М хорошая верхняя. То есть, она плотнее. 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 впечатление, что здесь такое О не очень нужно, потому что оно... Ну, тут же колес нету, это же вода. Это что в референсе у нас там круг явно. Но мы можем это не делать буквально. ну вот. Ну, и явно... Ну, можно там станции лорезонуть, например. Да. Да-да-да-да-да. Ну, значит, как бы автор, я думаю, услышал комментарии, сделай еще что-нибудь, чтобы поправить ситуацию, мы это используем с удовольствием. А вот эта вот штуковина, это явно человек учился на плейтайпе, потому что посмотри, это же линейка. Нет? Линейка? Думаешь? Нет, мне кажется, это... Нет, это не линейка. Не линейка? Ну, это хорошо сделанная штука. ты знаешь, что может быть, я не знаю, может быть и линейка. Это штука... Ну, в смысле, борзая. Борзая, да-да-да. Борзая. Может, ей тоже плотности дать? Плотности, вот это да. Плотности и разрядить это еще чуть-чуть, потому что комета липнет, но она же струится, она же летит. Явно, что-то активнее можно сделать. То есть, вот эта вот штука, которая заявлена в 3-4-2 МВ, явно, что в К могла бы быть, но она же... Что она остановилась-то? Она как-то закрылась, да, и так туда вроде поехала, и назад уже стремится. Ну да. Ну и, может быть, Т там трехчастная? Или просто... Да, может быть, она трехчастная, но я бы ее и шире вот этот штрих выбирал. Шире, это значит? Туда, налево и направо. Точнее, налево и направо. Однозначно. Однозначно. В общем, эта штука хорошая, может быть, даже и веселее, чем... Если там пятерка, то где-то надо 12 оставить. Если, ну, ну, примерно такое какое-то. это увеличение строка. Предпоследний, предпоследний, да. МАЗ-200, МАЗ-200, видишь, там кайфовый такой бизон стоит, потому что это белорусская пуща там рядом. Нет, правда, шик. Кабина деревянная, обшитая листовым металлом. Я сидел за рулем, но не рулил. Вот. Значит, ну, кажется, что так, наверное, большая вещь. Да, может так, наверное, быть, но как-то это веселее бы хотелось. Дичей, дичей. Дичей, как буква Т, например, вот эти вот спускающиеся рукава, вот эти такие. Да, тем более, что они тут есть, вот те же самые элементы, вот, посмотри, например, вот эти защепы и вот эти вот штуки. вот эта штука, а вот это рифленая вещь. Да, вот она. Вот же она. А крю, эти самые зубы, плыки, плыки. Бизона. Да, это же ох, какая штука. А, не бизона, это кабанчик. Нет, это бизон. Это бизон. А это кабанчик. Там, сбоку, это бизон, точно. смотри. Зубр. Ну, зубр и бизон. Зубр, вот, зубр. Зубр, зубр. То есть, то есть, то есть, мазу не хватает зуба. Это реально зубр. Маза, зубр. Она очень вялая. Да, да, этот клык может опуститься вниз. Да, она вялая, правда, надо, тут подичее, да. Ты прав. Абсолютно. Какие-то вещи более увереннее надо сделать. Да, да, да. То есть, и он же, он может лезть в гору. То есть, то есть, если в референсе заявлено такая, как бы, такая конструкция, она может быть, ну, изменена в конструкцию, не обязательно буквально такую же, но, то есть, например, маз может расти, зе, самая большая, самая большая, и потом мы как бы сходим, такой как бы горкой, вот такой же как бы горкой, только обратной. Или, или наоборот, как бы расти вниз все, треугольников. То есть, тут, тут, тут просто мало знаков, ну, шесть знаков, и хочется, поэтому, иметь какую-то субформу активную, геометричную, которая бы задала бы этим знакам жару. Да, и которая как-то воодушевляла, как-то приободряла просто того, что эта машина вообще может сделать, и как бы, что она, она как бы спасает вообще. Да, да, да. Приезжает и перевозит там, я не знаю, весь карб там с одной, с другой. Она такая, как бы помощник. Помощник, именно, именно. А тут, как бы он, ну, типа, такой субъективный МАЗ-200, типа, все, дальше я поехал там, куда-то мне надо. Да, да, точно, точно. Да, когда появляется там какая-то субформа дополнительно, это же сообщает как раз, ну, как итальянцы, наверное, они тоже любили, они все время там, не знаю, почему я вспомнил итальянцы, у них субформ очень много. Очень много, да, именно, именно. Они хотят, иметь какое-то выразительное пятно. Уже внутри, поскольку они, ну, не типографы ни разу, там, как-то наворочено, но субформа у них выразительная, и она все спасает. Да, 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 кстати, да. Вавась, последняя штука, и закругляемся, иначе зум сейчас вылетит. Ну, вот у нас есть москвич, но, москвич 423, вот он, и вот такая вот штука. Ну, вот, наверное, что ты скажешь? Мне кажется, не туда. Не туда. Есть моменты, но что-то, по-моему, надо еще порисовать, потому что, да, в референсе какая-то есть. Есть такая дичь, как, знаешь, где такой журнал Фемина, начало 20 века, 1907 год, или же, знаешь что, или, или Югент, «О, Югент». Югент, да, Югент, ставьте, да, Вот это Югент. Как же там, блин, да. Чувак идет с бенгальским огнем на обложке. Да. Да, блин, вот прям вообще. 1912 или 11 год. Да, 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 то есть, в этом, в этом москвиче, казалось бы, тут, как бы, 50-е, а не Югент. Ну, но при этом, кажется, что, да, что там есть, есть это, есть это. Есть это, да, это такое есть. То есть, вот эти, вот это, вот эти все вещи, вот эти, они... Слушай, ну, это архитектурные же довольно-таки модемовые штуки, не арнувошные, ну, если пользоваться просто названием стиля нашей эпохи, модерн, не знаю, зачем так, ну, до сих пор разбираются, почему модерн, и какое имеет отношение, вот это, что тут есть какой-то модерн. Конечно, конечно, вот в этих, вот в этих... Конечно, и в этой штуке есть, и в этой штуке есть, конечно, назначено, назначено. То есть, это как-то понят американский автопром тех лет, какие-нибудь Бьюики, Шевроле, просто уменьшенная копия, раза в два меньше сделали, но, но и не поняли вот эти все, как бы, нюансы, о чем, как бы американцы нам сообщают, это такое предчувствие космоса, на самом деле, его еще нету космоса, они уже о нем как-то думают. Да, да, У наших получился ардекошная штука. Ардекошная, да, вот просто, я думаю, так, Арнаво, Югенстиль, туда, потом думаю. Не, не Ардекосм, Арнаво, а и Ардеко тоже. У нас его практически не было. Да. но думаю про модерну, блин, странно, зачем говорить модерну? Но, это оттуда, это вот из той эпохи, из того десятилетия, конца 19-го, 20-го. Короче, это сложный референс, очень сложный. Витиеватый, такое. да, да. Это что, как? Это как, это как дым, который он пускает, когда заводится на морозе, что это? Или это... Огнем написано, да? Да, это бенгальским огнем написано вновь код. вот это, да, бенгальским огнем. Можно быть. Ну, это просто, понимаешь, это надо брать, ну, это не рисовали контуры. Да, да. Это рисовали, видно, что вы рисовали пером. Вот это отмечнее, на самом деле инструмент. Это скорее маркер, ловко. Маркер. Нет, то, что рисовали, ребята, это понятно. Это понятно. Это просто выставили, рисовать чем-то. Но тут не вопрос рисования-то, на самом деле, тут вопрос инструмента. Надо найти такой же инструмент, который позволит вам, ну, вот, написать просто, ну, это слово, модель. Однозначно, да. Если вы найдете, вы поймете, что это за инструмент, вы сразу создадите эту надпись. Точно, абсолютно. Я согласен. Я так думаю, что это не так сложно. Потому что там какой-то маркер, там какое-то широконечное, да нет, там даже не широконечное. Это вектор. Просто чистый вектор сразу. да, это просто, да. Это просто вектор. Ну, судя по логике бизьеток, это просто виршит. вообще, да. Да, да, да. Ну, это рукодельная штука, но обтянутая, скорее всего. Вася, мне кажется, что мы все разобрали. Да. Огромное тебе спасибо. И, ребята, огромное спасибо, что вы это делаете. И это может войти к нам в книжку, которая называется Carson Sneakers, которую мы сейчас делаем, и которая должна выйти, я думаю, что после Рождества и всех нас порадовать своей нетривиальностью, сложностью, пронзительностью текстов и так далее. Конечно. Ну, тем более, эти штуки будут стоять просто на великолепных фотографиях. Да, это правда. На которых будет просто, ну, одни из самых лучших тачек вообще, которые можно смотреть и вспоминать. Открывайтесь, вспоминать. да, это точно. Так что постарайтесь и шлите нам апдейт ваших работ. Да, как будто, знаешь, нужен какой-то еще префейс такой вот этого типа графического хэппенинга, в котором бы объяснить, что-то хоть правда, ну, я вижу одно и то же, плотность не та, пропорции не туда, оптически какие-то простые, тривиальные проблемы. мы все время, кстати, говорим о каких-то дежурных вещах, типа, но вот это не то, потому что оно должно быть так, но потому что так, это просто, ну, типа, техничка, так надо делать. Да, ты прав. Как будто вот нужно чуть-чуть об этом сказать, но может быть, не знаю, ну, может ребята там что-то вспомнят, скажут, может я бы там записал бы какое-то такое. Просто, либо написал каждый раз, смотрите, обречайте на это, внимание это, 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 это просто дефолт. После этого вы можете начать рисовать. Погласен, можно как-то думать об этом. Ну, я имею в виду, на финал уже рисовать. Ладно. Погласен, Вася. Заговорились. Спасибо тебе огромное. Все. Обнялся крепко. Хорошая штука очень. Тоже обнялся. Пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока, ребята все. Пока.